Всем привет! Диму я уже в садик отвела, пришла себе кофе сделала. Утро, конечно, такое себе. Ну, Малый, конечно, встал, не плакал, хотя он обычно плачет по утрам, не знаю, не любит он садик вообще. А представляете, я шла в садик и упала. Это ужас. Иду, сейчас у нас минус 10, куча льда, дороги все замороженные. Обычно я вообще не падаю, а тут как навернулась, короче, руку разбила, колени синие, надеюсь, до вечера расхожусь. Ужас. Да и настроение сегодня какое-то не очень. Бывает такой, встал и злой, просто злой. Чего злой, непонятно. Сейчас кофе попьет, я, наверное, пойду поваляюсь. На улице такая дубарина, никуда не хочу идти. Кстати, хочу попробовать, муж сегодня открыл. Это изюм в шоколаде. Не знаю, вкусно или не вкусно. Такого у нас еще ни разу не было. Ого. Изюм. Изюм. Это какой-то финик получается. Такого аж изюма не бывает, правильно? Ну, я, во всяком случае, такого не видела. Что она такая? Ну, не знаю. У меня по вкусу изюм. А вот здесь беленькая штучка такая, знаете, как у фиников вокруг косточки. Не знаю даже. Нет. Все-таки это изюм. Не такой. Сладкий изюм, сладкий шоколад. Вообще сладкое не очень люблю. Это у меня муж сильно сладкоежки. А я как-то солененькое больше люблю. Что это у меня на голове вообще? Гнездо какое-то. Надо пойти подстричься. Волосы длинные, но тут прям солома-солома. Еще и кучерявец. Так что ходите осторожно. Не падайте. Чтоб не было, не дай бог, упал, очнулся гипс. У нас уже вечер. Сейчас буду готовить ужин в фунчозу. Ну, фунчоза такая будет переделана немножечко. Перца у меня нет. Ничего такого нет. Мы рисовую лапшу любим. Так, для этого я буду использовать... Туда нужно мясо куриное, ну, или свиное, там, любое мясо. Ну, это типа тушенки такое. Пожарить его надо немножко. И добавлю туда томатный соус. У нас есть бариловский. Вообще в фунчозу не добавляется томат. Но, так как у нас мясо суховатое, чтоб не было оно сухое, буду добавлять. Конечно, времени уже много. Ну, сын уже кушал. Осталось мужа накормить. Сын такое у нас не есть, он более... По обычным блюдам он не любит никакие такие... У него обычное пюре, котлеты, макароны. Если мясо, то просто мясо, без ничего. В общем, не гурман он у нас. Даже представляете, вот Макдональдс. Он даже с Макдональдсом ничего не ест. Ну, не то, чтобы мы часто туда ходим, но когда приходим, то... Он туда идет только за игрушкой. Так, все, мясо почти достало. Все, мясо будет обжариваться. Вот у меня такой бариловский соус. Тут его осталось немного. Сейчас чуть-чуть водички добавим. Разбавляем. Все, чайник поставила. Рисовую лапшу можно закваривать. Варить ее нельзя, так как она потом разбаливается. Покупаем ее вот такую. Классная. Попробовали когда-то кукурузную, если я правильно помню. Кукурузная. Ну, в общем, она не прозрачная такая, белесая. Она как-то не очень. А эта классная. Чайник у меня уже закипел. Сейчас залью. Я ее просто вот высыпаю в миску. Заливаю кипятком на 3 минуты, а потом сливаю. Буду добавлять я лук, морковку и чеснок обязательно. Вообще в рецепте идет имбирь. Мы берем на смут. Поэтому будет чеснок. Ну, это соевый соус. И я люблю добавлять еще разные азиатские соусы. Очень вкусно получается. Погода у нас, конечно, жуть. Колени у меня до сих пор болят. Вот это как утром навернулась. Теперь там синяки. Вот так еще днем болело. Ну, так, терпили. То сейчас болят уже сильно. Надеюсь, что не придется идти в больницу. Сегодня даже в садике на улицу гулять не ходили. Ну, в принципе, понятно. Минус 10. Не нагуляешься особо. Сегодня тоже особо ничего такого не делала. Валялась на кровати с собакой. Книжка считала. Потом поспала чуть-чуть. В общем, ленивый день. Ну, и такое бывает. И такое тоже надо. Не всегда нам быть суперпродуктивными. Так, морковку я уже почти дорезала. Режу я ее ломтиками. В оригинальный рецепт вообще идет морковка, лук. Я люблю добавлять перец. Очень вкусно получается. И зеленый лук. Ну, сейчас зима, и пусть я сегодня никуда особо не выходила, поэтому мы сегодня без зеленого лука. Ну, и тоже вкусно получится. Попробуйте. Это все муж у меня просит, чтобы я ему приготовила бубляш. Это мы, в общем, когда ездили в Трусковец, оттуда, война экскурсии, нас возили на термальные источники в Верогове. И там мы заезжали на обед, и надо было купить меню, ну, пообедать. Получается, экскурсовод, там еще в автобусе у нас спрашивал, кто какое будет меню, и мы заказали. И принесли вот этот суп, я не знаю, это не суп, это как борщ, бобу-гуляш. Там около пяти видов мяса, ребра свиные, конечно, там еще в рецепте я смотрела, есть свиной жир, не знаю, зачем он там нужен, я лично его не добавляла. И разные сорта мяса, плюс туда добавляется еще фасоль, картошка и как галушки, маленькие такие. Не знаю, конечно, тяжелый, он такой на желудок, жирный, но он уже очень понравился, все просто, что я приготовила. Так что, как-нибудь приготовим с вами бобу-гуляш. Вот так, в общем, нужно нарезаться ловко, лук полукольцами, потом развалится, и чеснок просто мелко покрошить, как получится. Вот еще мясо, и лапша. Она уже почти запарилась, уже буду ее сливать, тут, в принципе, водички немного осталось, но все равно можно бы носить, откинуть. А это наша злосчастная бутылочка. Приходится теперь ее каждый раз мыть, чтобы переливать и мой йогурт, это, конечно, кошмар. Я, конечно, тоже сегодня расстроилась, еще так день прошел, еще пролежала все время, и все. С другой стороны, не всегда что-нибудь завоевывать, правильно? Надо же иногда еще откинув ножки полежать, и отдохнуть. Все-таки, как ни крути, мама, это профессия. Не, ну, если, конечно, у вас муж убирает, готовит, делает это все так, как вам нравится, то тогда да. А у нас в семье все делаю я, но я не жалуюсь, мне все устраивает. Но, тем не менее, иногда нужно и отдохнуть. Тем более, те мамы, у которых дети, я думаю, меня поймут, когда первый день в сандике, ребенок, вот у нас он и ходил, сейчас январь, весь февраль, и, ну, где-то полтора месяца вообще сложности. Это, конечно, вообще, сегодня прям был отдых отдыхом. В доме тишина. Утром убрала игрушки, никто их даже не разбрасывает за целый день. А то, как бывает, только называется убрал, прихожая уже все опять валяется. тем более, он у нас играется все время в зале, как-то он свою комнату не очень воспринимает. Поэтому приходится играть часто. вообще, побыть одной тоже нужно. Тоже полезно. Завтра у меня по плану еще папа звонил, попросил удачу строить. и сейчас он работает, у него нет времени посмотреть обои, выбрать ему. Ну, просто посмотреть, покопать ему. Будем клеить. Наверное, это будет делать я, так что, скорее всего, вы это увидите. У меня, в принципе, вся семья строителей. Мама маляр штукатур. Ну, не штукатур, но маляр. Мужница картончик на папа-касельчик. Так что, я умею все в теории, конечно. На практике только обои клеить. Смотрите, овощи нам нужно не доготавливать до конца, чтобы они остались немножечко хрустящими. Тогда это будет вкусно. Если мы их сразу приготовим, они будут как квашня, ну и вареная морковка. Одно слово это все остается. Вареная морковка. Поэтому я ее не дожариваю. Лапшу я уже скину, получается, я его скупку. Ну, это я готовлю, естественно, не на один у нас. Она такая прозрачная и хрустящая. Ну, не хрустящая, это так. Я же не знаю, с чем сравнить. Как ну, не как жилье, что ли. Как тоненькие хрящички. Ну, не знаю. Очень вкусные. У меня муж изначально вкусно ты будешь готовить. Очень давно, когда готовила. А когда сам попробовал, ему понравилось и теперь он сам просит. Так, ну все, морковка уже подходящая. Сейчас всыпаем прям сюда нашу лапшу. Добавляем туда соусы. Я добавляю соевый соус. У нас он вот такой. Прямо льем сверху. Потом, люблю я соус терияки. Классно это уже. И не знаю, что это за соус. Я пыталась в интернете перевести. Не понимаю, но он мега вкусный. Кстати, суши, он еще вкуснее, чем соевый соус. Он такой сладковатый. Но я переводила, якобы вот блинчики нарисованы. Якобы это какой-то соус для блинчиков. Ну, не знаю. Может быть для соевым соусом. То, что делаются блинчики. Ну, не блинчики, вот эти омлеты. Не знаю, ни разу. Ну, как? Я готовила их, но суши, а что так просто приготовить и есть. И перемешиваем с нашей лапшой все наши соусы. Потом, по вкусу, можно добавить соль. Если надо, мне по идее не надо добавлять. У меня мясо соленое плюс соусы. Они соленые и сладкие. Мне вообще очень нравится сочетание вкусов таких, которые ты ложишь кусочек в рот и у тебя такой взрыв. Просто ты не понимаешь, какое оно соленое, то ли сладкое, то ли острое, то ли кислое. Тогда интересно. Вот ему нравится мне вся эта азиатская тема. Правильно? Это ж азиатская кухня. Если я не ошибаюсь. А еще вот это все нужно посыпать кунжутом. Кунжут у меня есть, я его еще не прижариваю. Сейчас его достану и немножечко прижарю кунжут, потому что если вы покупаете сырой кунжут и добавляете, он не очень. Ну, он как, ну, зернышки, зернышки. Когда вы его начинаете греть, он становится золотистым, он прям раскрывает свой и вкус, и запах, и цвет. ну, поэтому только жареный. И вот я помешиваю, она прям не разваливается у меня, потому что вот когда мы пробовали эту кукурузную, мы все сделали, все же правильно, я даваю ее мешать, а она в такую кашицу, как лапша маленькая, вот это чертишо получилось. а рисовая, она держит свою форму, не разваливается. Лучше, конечно, это все жарить в сковородке ВОК. У меня есть такая, но она лежит в диване, так как кухня у нас маленькая, я ее использую, куда мне потом обратно в диван нести, поэтому лежит она там новенькая, не знаю, когда я ее буду пользоваться, у меня тут есть большая сковородка, вот я ее пользуюсь. Класс! Морковка. Морковка хрустит, она сладковатая, вот такая и должна быть, чуть-чуть все островатенькое, сейчас вам покажу. Вот такое у нас получилось, красота, конечно, мне еще нравится количество красок, сюда еще не хватает красного болгарского перца, ну мы зимой его редко покупаем, ну а летом я его всегда добавляю, и кунжут, я сюда сразу не добавляю, ну потому что мы там уберем в холодильник остатки, естественно, это все никто не съест, я просто кунжут посыпаю сверху на тарелочку, и все, прямо перед подачей, о чем я говорила, сверху чуть-чуть кунжутом, оно, ну и симпатичнее выглядит, и, конечно же, вкуса добавляет, тебе наш папа будет пробовать, а ну оцени, вкусно, вкусно, вкусно? да, как всегда? да, только ты меня это, отвлекаешь, да, ладно, будем мы кушать тогда, так а что мы ругаемся, только ты на меня крутись, все, потому что ты там на это самое называется, и поэтому так получилось, это не я, виноват, а кто? ноутбук, ноутбук? ну это же он заглючил, заглючил, не все и сразу, так, слушай, я зачем покупал этот ноутбук, ты тогда хотела, это было давно, сколько давно? два года назад, каких? два, да, два года почти, полтора, так что он уже не такой уж и крутой, вывод, парановый, шушу, парановый, парановый? да, конечно, ногти столько не приносят, ногти, да, ногти вообще ничего не приносят, Селя, я помыл после, почти, я это тоже вырежу, надо чем кому-то знать, что у меня муж моет посуду, а что муж делать, все время, пока взорвешь с тобой? воду пьет, а вот, с бассейна, да, он с бассейна, молодец, молодец, я свою миссию выполнила, кушать, приготовила, теперь, в свою очередь, посуду помыть, легко, все время моешь посудомоечную машину, ты мне, я не будешь моть, конечно, когда ты мне купишь, как только, так и сразу, ты полотенчик, да, 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 Продолжение следует...